Всем привет! Меня зовут Анна Котова и это обзор к сериалу «Запретный плод». Какие интриги! Моя практически максимальная оценка. История реальной Золушки не о той красавице, которая принца сладкого и богатого легко нашла, а о той, которая еще поборолась за мужичка в возрасте с хорошим банковским счетом, где в придачу еще тучи детей и несколько браков. И мало выйти замуж за такого седовласого принца, его еще интригами удержать надо. В идеале наследника родить. Вот это жизненно, вот это реальность. Для тех, кто еще застрял в сказках и ходит в розовых очках, очень хорошая рекомендация. Посмотрите и подумайте, а нужно ли все это богатство? Может все-таки по любви и как-то сами? Этот проект могу сравнить с американским сериалом «Династия». Такая же динамика событий. Так же все в семье. И вхожат только лучшие боди-тела и лица города в этот вечно бурлящий состав с интригами и обманами. Одна из главных пар Зейн и Аплиалихан – это какое-то недоразумение. Если бы они просто спали рядом на камеру, было бы горячее. Я бы сама все придумала и додумала. Этот резонанс, видимо, заметили и режиссеры с продюсерами. И избавили нас от этой пресности. Мне очень симпатизирует персонаж Эндер в исполнении Шевальсам. Ее мимика, игра. Как шикарно она держится в красивых нарядах на камере. Она на все сто вписалась в этот сериал. Не представляют другой актрисы на эту роль. Героиня Элдис в исполнении Эдди Эдже тоже постаралась, совместив в своей героине красоту и глупость, которая даже умиляет. И располагает к этому персонажу. С каждым сезоном сериал затягивает все больше и больше. Актеры все харизматичны, кроме Зейнеп. И отлично вписались в этот проект. О Нуртуна, играющий Алихана, надо играть в паре с матерыми актрисами среднего возраста. Очень удачно он это сделал в сериале «Чудо-доктор». Ну а актриса в роли Зейнеп, прости, красавица, главные роли не твои. Посмотрю еще твои работы, но чувствую, вряд ли ты заведешь меня своим творчеством. Слишком обычной. Очень интересно смотреть. Особенно на фоне большого количества сериалов про мафию, насилие и сахарно-сказочные отношения. Любовь здесь не победила, поэтому и минус балл. 9 из 10 моя оценка. И это правда. Очень интересно. Ну все, пока-пока.